Привет, мои дорогие! Я хочу дописать это видео, которое я начала делать, про то, как заговорить воду. Как ее... Ну, снять с себя порчи, проклятия, сглаза, с чем ходят к бабке. Вы можете просто сохранить свои деньги, сделав дома все сами. Возьмите вот чистую водичку. Не знаю, какие у вас возможности. Может, у вас есть колодец рядом, там, родник, ну, что-нибудь такое. Потому что вода, когда проходит по трубам, ну, она собирает всякую ненужную информацию. И вот эти вот острые углы в трубопроводе, это тоже очень плохо влияет. Вода должна там себе свободно течь и где-то вытечь. И вы вот найдите себе такую воду. Если у вас нет такой возможности, то нужно взять эту воду с-под трубы, очистить ее. Очистить можете, ну, там, много способов. Возьмите активированный уголь, растолчите вот в эту вот воронку, да, как там вот в бутылку наливают. Пропустите ее медленно, перелейте, чтобы она очистилась от негатива. А потом воду заряжают. Можете молитвой заряжать. Можете включить высокочастотную музыку. Да, в интернете тоже этого много, да. Частота там любви, сердца, высокую частоту, да, чтобы вода перезарядилась. И просто включаете эту музыку, и там перед, на чем она у вас играет, там, на каком-то диктофоне, или на диктофоне, что я говорю, на телефоне, может, у вас какая-то колоночка. Потому что лучше, чтобы этот звук был с хорошего, ну, хорошее качество этого звука должно быть, чтобы оно там не потерялось где-то, эти частоты. И просто переливаете с одного стакана в другой. Да, переливаете, ну, сделаете там, не знаю, раз 10, чтобы эта вода перезарядилась, стала вот позитивной, чтобы она красиво кристаллизовалась. Потому что если вода вот эта вот через трубы, которая проходит, она там соседскую память всякую на себя собирает, вот эти квадратные перегибы, все такое, не надо оно вам. Вот почистите эту воду. Я иногда включаю на телефоне вот эти вот звуки высокочастотные. Там полно в интернете этого. И на ютубе, и можно стянуть себе на каких-нибудь сторонах, типа зайцев нет, или еще что-нибудь такое. И потом включаете, слушаете. Вообще это даже полезно включать у себя в доме, в квартире, включить там на час, чтобы она играла, эта музыка. Также она чистит помещение от всяких ненужных сущностей, потому что они разбегаются. Ну, проблема в том, да, вы почистили, почистили себя, да, вот как я сказала, на водичку. Заговор читаете раз сто. Ну, заговор – это молитва. Молитесь на нее. Вы, во-первых, словами, своей молитвой, то, что вы ее читаете вслух. И знаете, обратите внимание, когда вы читаете, ну, даже возьмите «Отче наш». И вначале вы на каких-то словах просто начнете запинаться, как будто вам кто-то в горле сжимает. Вот, например, там есть что-то про любовь или еще что-нибудь. Это значит, у вас с любовью проблемы. Или там еще на каких-то словах вы запинаетесь, вот там, значит, черт кроется. На этих словах он у вас и сидит. Вы их не пропускаете через себя. И вот начитываете, ну, вот сейчас молитесь. Или там решите, что сто раз вы прочитаете эту молитву. Вот сто раз прочитаете. Вы и своими словами посвятите помещение. Еще если вы зажгете свечку восковую, во время этого всего, вообще все чудесно сложится. Вы почистите себя, помещение ваше. И все. И все. И это на какой-то короткий срок. Потому что, если вы дырявый друшлаг, вы нахватаете своими конфликтами, всем вот этим вот, дальше на себя всякой нечисти и будете дальше кормить. Потому что, ну вот вы отпугнули нечисть, да, вот этими словами. Она там смотрит, ну, корова молока не дает. Отлетела от вас. Ну, она-то знает, что там у вас столовая. Она будет приходить и посмотреть, ну вот, как вы там вернулись в состоянии отдавания энергии или нет. И вот она будет проверять вас. Будет проверять, проверять. И пока вы не вернете свое прежнее состояние негатива, обид, злости, там, ревности. Вот оно опять к вам присосется и все. И поэтому, чтобы оно к вам не присасывалось постоянно, нужно работать с собой, со своим характером и прорабатывать каждую эмоцию. Сейчас я, наверное, в следующем видео расскажу, как эти эмоции прорабатывать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok